Наказывать родителей за то, что их дети курят, предложили в правительстве России. Для этого чиновники решили внести изменения в административный кодекс. Поправки планируется ввести в 2021 году. Поможет новая мера или нет? И как сейчас борются с вредной привычкой у первоуральских школьников, узнавала Екатерина Котельникова. Этот небольшой закуток за забором школы во время перемены – самое популярное место у подростков. Только тут они могут покурить так, чтобы их никто не заметил. А почему курите? Почему нельзя? Сегодня за бойлерной сразу пять старшеклассников. Говорят, кто-то курит здесь, кто-то уходит за гаражи или за соседние дома. Там подростки не боятся ни учителей, ни прохожих. А почему курить начал? Не знаю, это просто получилось так. На борьбу с вредными привычками у подростков решили встать федеральные министры. На комиссии по профилактике правонарушений предложили ввести наказание для родителей курящих детей. Правда, каким оно будет неизвестно. Сейчас с курением школьников, кроме родителей, борются только педагоги. Чтобы число любителей табака среди подростков снизилось, учителя читают лекции, а тем, кого поймают сигареты, применяются особые меры. Мы стараемся с ребенком провести профилактическую работу, то есть объяснить ему. И если не помогает это, мы привлекаем родителей. Как говорят специалисты, причиной курения школьников может стать пример родителей или друзей. Ребенок, в компании которого курят, хотя бы раз, но сам возьмется за сигарету. Очень часто ребенок привлекает внимание плохим поведением. Вообще ребенку не важно, как обратят на него внимание родители, лишь бы обращали. Для ребенка это является таким абсолютным критерием того, что он существует в этом мире. Специалисты считают, что административное наказание для родителей курящих подростков помогут в борьбе с вредной привычкой. Возможно, тогда родители обратят внимание на своих детей. Сейчас ни для курящего подростка, ни для родителя наказание не предусмотрено. Составляется предложение, которое направляется также на комиссию по делам несовершеннолетних, для принятия к несовершеннолетнему и законному представителю мер общественного воздействия. Кроме того, рассматривается вопрос о постановке несовершеннолетнего на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних для проведения с ним профилактической работы. Нести поправки в Кодекс об административных правонарушениях планируют через два года. Инициативу правительства уже поддержал министр внутренних дел России. Сейчас предстоит решить, какое наказание будет применяться к родителям несовершеннолетних курильщиков из предложенных вариантов штраф или арест на несколько суток. Екатерина Котельникова, Александр Захаров. Новости Первоуральск.